виртуальный фотон виртуальный фотон ну хорошо давайте начинать мы разбили теорию метода киолетных фотонов для ситуации соответствующей случая когда имеется только один виртуальный фотон и хотя для дела жизни нашего спецкурса важной является ситуация когда имеется два виртуальных и реальных фотона но на одном фотоне мы сумеем обговорить все основные принципиальные вещи без излишней громоздкости ну и в конце концов получили выражение все это хорошо но очень было бы полезно наполнить их конкретным содержанием кроме того когда абстрактные вещи начинают применяться конкретным процессом дополнительно еще возникает лучшее понимание этих абстрактных вещей ну и в третьих надо сказать что процесс о котором сейчас пойдет речь имеет прямое отношение к одной красивой истории которая случилась здесь в Яфе итак начнем со стандартного расчета процесса процесса рассеяния электроном на протоне с излучением фотона я уже говорил что главный вклад дает диаграмму в которой именно электрон излучает конечный фотон а диаграмма в которой протон излучает конечный фотон дает малый вклад примерно на 7 порядков меньше который можно с этой степенью неточности выбросить ну с другой стороны такая же точная картинка возникает когда мы изучаем понимаем под буквой П не протон а позитрон так что все то что здесь говорится спокойно переносится и на скажем ускоритель ВЭП 4 о котором пойдет речь потом для начала мы будем говорить про ускоритель Е лево где электрологы синергии примерно на 28 Гер станут протонами синергии примерно на 820 Гер вот такой вот большущий хороший ускоритель который дал достаточно много полезных сведений почему бы этот процесс является не только учебным на котором легко отработать материал по методу эквивалентных фотонов но и вообще важным мы уже говорили первое у него большое сечение оценка его которая непосредственно дается просто по соответствующим по вершинам здесь имеется 3 электронов вершинки так что сечение должно быть порядка альфа кубе ну а уже дальше я это говорил но это крепое доказательство что все это будет делиться на массу электронов квадратных это очень большая величина на уровне 10-26 квадратного сантиметра в то время когда обычные процессы о которых здесь идет речь это все таки процессы где там 10-30 10-31 квадратного сантиметра и так далее так что в этом процессе если до него смотреть с точки зрения детекторной большое число отсчетов так с одной стороны это вредно потому что это означает что это большая фондовая загрузка с другой стороны это может быть полезно если его можно будет потребить где-нибудь в промышленности и сельском хозяйстве ускорителя можно если его умеют хорошо рассчитывать то по нему можно нормировать светимость ну и было полное впечатление что его действительно умеют хорошо рассчитывать формулы формулы которых мы сейчас произведем я должен сразу зазнаться это работа с дамом саберга и гайтера 1934 года да оно казалось рассеяния на излучение электроны при рассеянии на потенциальном поле на клоновском оно фактически ничем не отличается от того что здесь встречается итак можно сказать 80 лет тому назад да была получена та самая формула которую мы сейчас попробуем воспроизвести но уже совсем другие соображения чем это было у классиков значит мы договорили что изобразить это можно следующим образом сечение этого процесса определяется числом фотонов испущенных протонов я тут индекс П напишу что это протоны испущенные фотоны да конечно это число зависит от энергии этих фотонов ну если она определяется легким блоком оно еще должно зависеть от энергии протонов замечательно все это вношается на нижний блок который методы эквивалентных фотонов берется на массу высокой легкости это значит что будет совгарение реального фотона с электроном с испусканием конечного реального фотона это сечение конечно зависит от омеги ну и еще оно может зависит от энергии электрона ну и конечно от энергии конечного фотона а обратите внимание что они резко различаются энергия ритуального и энергия реального вот такая вот форма причем для числа эквивалентных фотонов запущенных протонов мы имели хорошее выражение там мы на самом деле перерывали с электроном но никакой разницы не будет и в этом случае пока энергия фотона о которой идет речь много меньше энергии протона давайте мы будем работать в этом приближении а потом мы его обоснуем ну а когда энергия электрона энергия фотона много меньше энергии протона то вверх будет как-то так а на 2 до омега на омега до ку-квадрат на ку-квадрат и дальше следующая скобочка в которую входит единица и величины типа как раз омега на омега которыми можно пренебречь так что с хорошей степенью точности у нас получается вот такое простое выражение и с этим простым выражением мы должны работать дальше а именно дополнительно еще проинтегрировать от чего а если мы хотим получить полное сечение проинтегрированное по углам конечного электрона например да то нужно брать от минимального значения которое мы с вами когда-то вычисляли мы вычисляли ее для электрона но нужно вместо электрона поставить в данном случае протон до максимального значения которое определяется характерным характерным параметром того как сечение этого виртуального процесса падает с ростом q квадрата этот процесс непосредственно мы не изучали но мы с вами изучали аналогичный процесс кросс-канал когда виртуальный фапон встречался с реальным фапоном и производилась электронно-позитронная пара для этого процесса мы устанавливали что величина ляда порядка инвариантная масса а если инвариантная масса небольшая то порядка массы этой частицы там у нас был правда мион давайте я тоже говорю такой то порядка массы миона так что и в нашем случае эта самая величина ляда порядка массы частицы в данном случае электронных в квадрате ну замечательно но это означает что мы получаем относительно простое выражение такого сорта альфа на пи альфа на омега на омега на логарифм так масса электронных в квадрате верхний предел и нижний предел тут можно немножечко его упростить замедливших вот чего если омега многое меньшее на еп то эту штуку мы выбросим и останется м протона на е протона то есть внизу останется просто данному протону в квадрате а здесь омега в квадрате значит здесь будет омега в квадрате здесь дано протона в квадрате вот такое будет относительно простое выражение ну и сразу можем избавиться от двоечки приплюсовавши его сюда итак с числом эквивалентных фотонов мы расправились теперь у нас предстоит вопрос разобрать вещи связанные с эффектом упругого рассеяния электрон фотона на электрон причем в методе эквивалентных фотонов этот фотон должен быть реальным соответственно значит это что ничто иное как эффект Комптона давайте про него немножечко поговорим речь идет о ситуации когда реальный фотон с четырех вектором омега сталкивается с электроном вот перед данного рода давайте может быть это будет приятнее меньше будет знаков минус то есть когда электрон в среде энергии летящей доли сезет сталкивается с реальным трех ворот полу вот вот таким образом у нас он приближет доровняется нулю но мы будем рассматривать виртуально строго ровную нулю а что получается в итоге в итоге получается ситуация при которой электрон слегка отклоняется если у нас скажем импульс п в начале то в конце будет некий другой импульс и меньше и отклоненный а потом скрип объект скрип так уже прием штабер скрип у самка так и углом вылета это дауна движется реально он движется почти так же и вдоль сезет вот этот угол отсчитывается не от направления первоначального батона а от направления конечного начального электрона вот такая вот картинка и нас будет в частности интересовать как связаны между собой омиков и ягамма на самом деле все это мы достаточно подробно рассматривали в прошлом году это было ровно год назад в конце курса это рассматривалось но поскольку я не уверен что вы все это хорошо помните давайте воспроизведем это вещь принципиально важная для дальнейшего значит очень удобно проводить расчет в верительской кавариантной форме если я запишу закон сохранения в виде того что сумма начальных импульсов равняется сумме в конечных электронов затем перенесу ф-штрих налево подним каплю налево и потом возверу квадрат этот четырех он нам и не нужен он полностью объединяется импульсами начального электрона начального фотона и конечного фотона а лучше он не пюрировал так и будет возвозим квадрат p квадрат это будет масса электрона затем будет удовольное произведение да q квадрат будет 0 k квадрат будет 0 а затем будет удовольное произведение q на p минус k и еще будет удовольное произведение с однако минус под p на k все это будет равняться массе электронных квадратов все очень здорово действительно крикус конечно электрон исчез и останется совсем простое соотношение соотношение оно будет звучать таким образом эти мы массы истребим вообще на двойке сократим и выводим p-k 10 квадратов что? p-k по 10 квадратов должно быть да 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 конечно конечно и останется такое соотношение совсем простое q q q q на p минус q на k равняется p на k чем удобно это соотношение что отсюда я могу узнать энергию начального фотона через энергию начального электрона конечного фотона и угол для того чтобы легче было админировать давайте рассмотрим очередной импульс p для электрона летящего вдоль звезда это будет такая величина нулевая компонент равна энергии x y нету а z будет равняться скорости то есть импульсу скорость электрона на его энергию так дальше кто у нас дальше идет q это фотон летящий от противности z поэтому у него нет ни x ни y компоненты а z компонента равняется 0 с 1 минус и наконец конечный фотон имеющий энергию ягамма он летит в плоскости который мы назовем xz и тогда все это выглядит таким вот образом у него есть нулевая компонента у него есть x-овая компонента нету y компонента нету y и z-овая компонента так вот собственно все что нам надо а дальше нужно аккуратненько перемножать перемножим эти два произведения у нас получится амета на ягама нулевые компоненты единицы минус пространственные да еще этот минус получается плюс ве замечательно следующее это нужно перемножить улька перемножаем омега на ягама нулевые компоненты единицу минус пространственные это дастма плюс косинус это гамма там не егоном вначале нега потом там вначале у мега на е нулевые нулевые да да нулевые 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 Это точное соотношение, но для альтернативиста электрона это спокойно можно заменить на двойку, правильно? Так, и что у нас тогда получится? У нас получится, что омега равняется Так, 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 подождите, да, подождите, я же не все еще Это, это, это все омегает с чем? Омегается П на К Так, П на К Энергия электрона на энергию конечного фотона Единица Минус Вот это очень важно, минус Минус ВЕ на косминус пятагамма Все, точный ответ будет выручать так Омега равняется В правой части ВЕ на Е гамма на единица Минус ВЕ на косминус пятагамма Так Деленые на левую часть Ну ладно, я пока напишу точно, а потом буду уже потихонечку заменять А в левой части у нас будет Энергия Электрона На единица Плюс ВЕ Минус Энергия конечного фотона На единица На единица Плюс Косинус Энергия конечного фотона Вот собственно и все Так Ну и Что отсюда можно видеть Давайте попробуем Сделать приближение такого сорта Реалистическое Электрона Электрон Ольтоградативистый Значит Его скорость Которая равняется Единица Минус Единица На гамма-деву-квадрате Будет отличаться от единицы На величину Вот такую На очень маленькую величину А он Если он маленький Тоже полно отличается от единицы Тогда мы Здесь смело можем заменить это все Просто на двойку А здесь Можно заменить на Двойку Минус Тета Гамма-квадрате Пополам И поскольку мы Хотим работать в области При энергии фотона При энергии электрона Отмечается Не на Крайне малое Электрон То Этой штукой Мы тоже Можем пренебречь Итого У нас Получится Относительно Простой Выражение Удвоенная Разница Энергия Электрона Минус и метрое Количество Фотона Энергия Количество Фотона Мы не будем считать Малое По сравнению с Электроном Но Уже быстро Она Не у самого Конца То есть К ней Электрон Она Приближаться может Но там Не на очень Малые добы Немножко хитерее Будет ситуация Числительная Единица Минус ВЕ На космус Это Гамма Мы Распишем Следующим образом Единица Минус ВЕ Как полагается По этой формуле Запишем После Уже Напишем ВЕ Приближенном Наражении Тогда Получится Что Единица сократится И останется Единица Очень Большой Мы В прошлый раз Его оценивали Что Для ВЕ Четвертого Где это Пример Величина 10-4 То Эта штука Будет Уже На уровне 10-8 А в частности Легу стоять Единица Плюс Гамму Квадаватию Вот это Квадаватию Очень Красивое Уражение Итак Здесь Будет 2 Гамма Е В квадрате Дианектонная На Дианектонная Дианектонная На Дианектонная И На Е Плюс Гамма Е В квадрате Это Гамма В квадрате Не Которое Видно Это Угол ishes С Гамма Растет Один Гамма а значит энергия конечного протона, наоборот, должна падать здесь вот минимальное значение а дальше происходит возрастание причем характерные углы, скажем, возрастание в море происходит на каких углах? но углах порядка единицы на данный день все разыгрывается в лоб и срочным малым углом ну и для нас потребуется знать вот это самое важное, что для нас, минимальное значение минимальное значение будет при т равном углу и равняться он вверх вот в такой вот величине так, подождите, здесь что-то е е опять вверх на протаже вот так вот окончательно это можно записать в каком виде сократим чистительный значок на энергию электрона тогда получим утверждение что энергия начального фотона а энергия конечного фотона отличается жутким множителем знаменателя и получается 4 гамма е в квадрате на единицу минус 2 гамма деленное на е е скобочка это порядка единицы и получается по порядку величины различие между энергием начального электрона и конечного электрона на многие порядки для ВП-4, например, это будет больше чем 8 порядков это означает, что если начальный фотон есть начальный фотон порядка 1 гамма ой, извините, если измеряемый конечный фотон порядка 1 гамма то что я могу сказать про омега минимальная если для ВП-4 взять, то это будет 1 гамма электрон вольта на 4 на 10 восьмой да вот такая вот замечательная величина то есть величина на уровне 1 электрона вольта видевый свет представляете, разницу, да и с одной разницы и уж, конечно, такой омега много меньше энергии протона так что наше в этом смысле утверждение теперь обосновано кроме того, у нас есть вот эта вот замечательная формула которая нам много раз потом понадобится все получили мы то, что надо осталось только выписать вот эту функцию и проинтегрировать ну я это уже сделаю без особых деталей поэтому абсолютно стандартная операция мы ее вы ее в прошлом году считали просто подходящих обозначениях все довольны еще 30 км это сечение во-первых имеет вот такую величину где стоящая величина радио альфа на массу электрона это примерно 2,8 на 10 минус 15 сантиметров классический радиус электрона достаточно мало величина но квадратный у нас там 10 минус 26 в квадрате которое в отношении к тем сечениям которые встречаются здесь является очень большой дальше дальше самая главная зависимость на элегамма на элегамма так а дальше стоят множители все на самом деле они окажутся величиной порядка единицы они включают в себя отношения омега минимальная к омега это величина точно меньше единицы затем вот такой вот блок единица минус диаграмма на е электронная это тоже величина меньше единицы затем такая величина единица минус 2 омега минимальная на омега плюс 2 омега минимальная в квадрате на омега в квадрате это величина порядка единицы и наконец еще одно снаграемое которое меньше одной второй е галла в квадрате на два в квадрате вот ответ а дальше наступает процедура интегрирования по ку квадрату мы уже проинтегрировали в каких пределах мы это помним это 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 простое упражнение но оно очень важно вот в каком отношении если нам захочется заниматься не только этим процессом не только для этого ускорителя а посмотреть немножечко округ у нас уже будет представление о том какие области дают главный вклад в сечение это это окажется чрезвычайно важно в тех условиях когда мы столкнемся с чем-то нестандартным не с тем что привыкли к чему привыкли средь четвертого года теперь начнем декорировать что у нас здесь получится не сократится останется альфа на е квадрате ну это как раз и есть вот та самая величина о которой я уже говорил альфа квадрат а, нет альфа кубию на массу электронов квадрат дальше дальше нам придется интегрировать и тут тоже чрезвычайно важно понять как происходит это интегрирование значит у нас будет происходить интегрирование для омега на омега идущий отсюда так самое главное с логарием будет вот это омега минимальная омега умноженная на величину единиц так ну а кроме того а кроме того у нас из числа выйдет еще вот этот логарифм логарифм какой? масса электронов гамма протона на области замечательно в каких пределах мы должны это интегрировать? вообще говоря о омеге минимального до чего? ну кинематически до посинения то есть в нашем случае протон может испускать фотоны в том числе с энергией порядка энергии протона но смотрите как идет секунд интеграл как до омега на омега в квадрате а это означает что он очень подинтегральная функция быстро падает и весь вклад на самом деле происходит без нижнего предела поэтому какой верхний предел мы там поставим можем просто поставить бесконечность да? но лучше чтобы да ну и что тогда у нас получится? можно точно поинтегрировать это но можно заметить следующее по словам главный вклад вот интегральная функция напоминаю вам ведет себя как единица логика квадрата происходит вот отсюда то приближенное интегрирование строится к тому что логарифм который меняется очень медленно с омега мы можем взять и при этом подставить это минимальное значение и тогда мы получим что здесь получим? омега минимальная со знаком минус деленное на омега а логарифм сразу подставим омега минимальная а здесь да и тот который предназначен будет очень простой из всего этого получится за единица на умноженное на наш логарифм но только уже в какой точке в точке самой минимальной зима он и замечательно это означает что логарифм этот здоровенный посмотрите вверху стоит масса электрона это полмиллиона электрон вольт А международная комика минимальная, про которую мы оценили, что она величина порядка одного электронного вольта. Так что здесь уже 9 порядков как минимум. Так? Да еще гаммон П, если речь идет про ускоритель Гера, да? Гаммон П это энергия протона 820 г, деленный на массу. Продона примерно 1 г, это около 1000, еще 3 порядка. Так что, грубо говоря, это все у нас окажется какого порядка? Порядка 1012, да? Да я еще напомню, что правильный логарифт на самом деле был с квадратами. Логарифт на 1012, нас нам 12 домножили на миллион десятки, давай 3, да еще нам, в общем, там 30-40 выбежит как минимум. Это показатель того, что в этой задаче логарифты действительно большие. Это очень хорошо, это означает, что точность в нашем расчете будет приличная. А что с остальными? Остальные, что изменится в остальном? В остальном здесь войдет в такие величины. По сравнению с предыдущим добавляется либо вот этот множитель, либо вот этот множитель. То есть здесь войдет дополнительные множители с индексом либо 2, либо 3, да? Интеграла тоже считается совершенно спокойно, да? Для нас важно только то, что вот интегральная функция при этом еще быстрее умывает. Значит, еще большей точностью следует подтверждение, что основа квадратовая стоит вблизи омега минимального. Проделаем эту процедуру, соберем все. Как видно, вычисления совершенно кривиальные. И что получим? Получим следующий ответ. Я его запишу, а потом начнем ее обсуждать. Выскочить, может, им порядка тройки, ой, порядка пятерки, 16 третьих. Так. Основная зависимость это t гамма на e гамма. Дальше будет величина порядка единицы. Единица минус e гамма на e электронная плюс 3 четверти e гамма в квадрате И все это нужно еще на вот этот логарифм. так, но вместо омега минимального, давайте все-таки, я начала подставим, а потом уже, давайте я еще раз распишу. Вот этот логарифм не будем. У нас это электронно на гамму протона, деленное на омега минимальное. Дальше будет величина, деленное на 4 гамма в квадрате, на единицу, минус е гамма за единицу. Заметим еще, что масса электрона на гамма электрона, это энергия электрона, и поэтому многоистине окончательно получится вот такое выражение. Давайте я его зафиксирую. Четыре гамма электрона на гамма протона, на е электрона минус е протона, деленное на е протона. Вот такой вот прелестный ответик. Хорошо бы узнать точность этого ответа. Мы уже заранее говорили, что она должна быть вполне приличной. Ну, и так оно и есть на самом деле. Потому что, в принципе, этот результат рассчитан с точностью выше логарифмической. И точно на ответы, что изменяется, есть все то же самое, но дополнительно возникает множитель. Что это означает? Если, как мы выяснили, этот логарифм на уровне двадцатки-тридцатки, то эта поправка это одна сороковая, одна шестидесятая. То есть, на уровне двух процентов. Это вполне хороший результат для нашего расчета. Перелыв. 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 Пока камера не работает, хочу сказать несколько персональных вещей. Когда-то давним-давно, по-моему, это было в девяносто четвертом году, у меня был семинар по встрече с французом и ручки в Карденском университете. А там существует очень симпатичный обычай. Докладчика потом уволят в хорошую столовую. Причем, что интересно, в хорошей столовой, если сказать, то столовая при факультете, знаете, какой там есть факультет? Менеджера в гостинице. И принял в хорошую столовую. Ну, хорошо. Мы пошли. Значит, мы с вами сидим. Мне говорят, посмотрите направо. Я смотрю, вы не узнаете? Да? Это наш знакомый бывший сотрудник ИАФа. Да? Очень хорошо. Это отдельный был вопрос, про него можно говорить. Посмотрите направо. Я смотрю направо, там сидит такой симпатичный, седой, крупного размера, человек. Они говорят, это галцебиота. Я, честно говоря, думал, что он уже лет десять как помер. А он не только не помер, но как раз в ту неделю, когда был мой семинар, у него был семинар тоже. Я не догадался собрать эту фирму, чтобы иметь некое доказательство. Удивительный человек, который начинал еще, ну вот, в 34 году у него уже были классные работы. А потом он участвовал в проекте Лос-Наумаса «Американские атомные бомбы». О нем есть замечательные воспоминания и прочего Фейнмана. Фактически, Фейнман работал у Ганса Бюты, который заведовал участительным отделом этой лаборатории. Ну ладно, вернемся к картинкам. Итак, все, что нужно, мы получили. Ответ есть. Значит, дополнительно давайте зафиксируем то, что нам дальше понадобится. Квадрат дает логарифм, если он большой логарифм, когда мы интегрируем по вот этой области. Область от величины примерно 0,8 до величины примерно омега на гамом П квадрате. Это первое. И, как я уже говорил, это абсолютно широченная область, да? Потому что здесь содержится 10 в 6 квадрате электронов вольтов, что соответствует 10 в 12 электронов вольтов А здесь содержится 1 электрон вольт, где мелкий примерно на 1000, а еще в квадрате Это 10 минус 6 Итого, размах этих колебаний, да, какой? 18 порядков То есть это абсолютно широченная область, которая дает большой интеграл Из этой точки зрения поставили здесь двойку или тройку, здесь двойку, тройку, ничего не изменится Поэтому иногда говорят, что главный вклад происходит из области, где 2 квадрат много меньше этой величины, много больше этой величины Так А вот что касается амбиеди А что касается амбиеди, то свой вклад Производ происходит в небольшой области вблизи облига минимального, которое чрезвычайно мало Вот этот факт мы тоже хорошо бы запомнили Все Несколько живых цифр Собственно, они нужны опять-таки для того, чтобы добавить что-то уже раз в этой теории, но чтобы она заиграла какими-то такими экспериментальными красками Например Рассмотрим тот же самый ускоритель географа Энергия на него известна Известна светимость его Ну там в среднем это была Величина на уровне 7,5 На 10,31 Единица на сантиметр в квадрате в секунду Да Работают они с пополнами С энергией несколько кг Давайте возьмем область, ну наклеем какую От 15 до 5 г Для чего, видим, этот процесс нужен был? Это тоже кто хочет понять Преобразно работали, они действительно работали Дело в том, что по этому процессу Это был основной процесс для измерения светимости ускорителя географа Итак, они собирались соблюдать из этой области И тогда Если Вот этот ответ Проинтегрировать в этой области Мы должны будем получить свечину Там Порядка чего Вот альфа на м е Это 10 минус 26 Это еще на 3 в квадрате Ну а здесь дополнительный альфа Одна сотая Но Здесь дополнительно есть Пятерка отсюда Десятка из логарифма Как минимум И общий итог Поэтому получается Несмотря на альфа в кубе Такое как будто бы Это сечение порядка альфа в квадрате А именно Полное Собранное Я так скажу Не полное сечение Сечение Собранное из этой области Будет Величина Примерно 5 На 10 Минус 26 Квадратного сантиметра То есть это Сколько? Барн 10 минус 24 Это значит десяток миллибарн Мы здесь в основном оперируем С нанобардами Да? Ну сотни венобардами Это Первый важный элемент Первый элемент А сколько? Какого число событий в секунду? Вот ДНВДТ Число событий в секунду Фото в регистрированном архитекторе По этой области Это Легко Получить Если взять светимость На Много Посещения Получим Что ж такое 4 На 10 Шестой Событий Секунду Много это или мало? Если говорить про ФОН То наверное много Если говорить про Полезные события Из которых Нужно Измекать Статистику С хорошей Точностью То это очень здорово Но С другой стороны Можно ли С этим набором С этим коричневым фотоном Разобраться? Поясняется что в принципе Можно Потому что За одно соударение Будет Поймана Число Число Фотонов К секунду Ноноженное На Время между Сударениями Тау Это Время Для Тау 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 5г Светимость На Огромне два На 1031 На Сантиметр Вдроте секунду По моему она не всегда достигается да? Мы 5г сейчас не достижаем Нет Ну Когда же он работал Да не было еще пока 5г Чего не было ? Ну, не было никаких центров нас, если газ не было, было только три газа А, ну, да Но там светимость по... Определенно должна быть существенно меньше Да Ну, я говорю, что если взять даже вот эти хорошие табличные значения То все равно оказывается, что сечение примерно то же самое А число соударений А, нет, число событий за одно соударений, а такое же примерно Ну, шесть событий в секунду Так что... Но я насколько понимаю, на УИК-4 М все-таки не использует однократное тормозное для монетарирования светимости В основном для монетарирования светимости используется просто рассеяние электронного позитрона для монетаревой инститивности используется однократный да, 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 и Россия нет, и в круге Россия, да? да, как бы, карибовки вот а, гамма-гамма а, дело в том, что на е-плюс и минус в ручках все-таки в том числе и здесь есть много разных возможностей можно использовать округовость электронного производства можно использовать однократное информационное излучение а у гены такой возможности не было и фактически это был единственный подходящий процесс они его использовали для монетарирования светильности все, мы закончили эту историю это то, что называется стандартный результат известный как я говорил вообще говоря, с 1934 года а дальше начинается некоторая история ну, которая, может быть, придает повышенный интерес к этому процессу которое случилось здесь в 1980-м в 1981 году так что же там в это время произошло и так перейдем к разбору того необычного что было наблюдено для этого самого процесса в принципе пойдем вот так называемый МД рефер так делаем теперь уберем что это 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 и это очень как это еще без буквы М, еще до пожара так, хорошо пока он работал в режиме выхода на проектные данные там была пониженная светимость, нормальных экспериментов еще было затруднительно ставить поэтому было придумано в это время поставить эксперимент по исключению однократного тормозного излучения причем речь нам о том, что энергия электрона и позитрона при этом равнялась примерно 1,8 Г а энергия конечного фотона вот с ней была некая задумка дело в том, что к этому времени уже работало некое количество ускорителей со встречными пучками и на всех них уже регистрировалось однократное тормозное излучение на некоторых из них уже оно используется для модерирования светимости даже но всегда это происходило в условиях, когда точность измерения была невелика вот есть кусок времени когда можно заняться детальным изучением этого процесса и начали заниматься замахнули сразу на широкий интервал от полмена до почти энергии электрона хорошо что мы должны были увидеть на картинке если бы мы рисовали в зависимости энергии вонона а здесь энергию электрона ну мы бы увидели дифференциальное излучение вот это замечено но может быть актуальнее было бы если мы вот этот множитель перегнали сюда то есть посмотрели спектр конечных фотонов домноженные на их энергию получил бы вот такой вот ответ и как он себе идет этот ответ прилегал на стремящемся к нулю вот эта скобочка просто единица да перегал на стремящемся к е это скобочка 3 четверти так что здесь если бы я взял такую величину е д сигма под е гамма а здесь вот е гамма как мы не любили в долях энерги от единицы а 0,5 это должно было где-то здесь типа 10 минус 3 так то это должна быть какая-то там слегка полагающаяся чуть-чуть изменяемая кривая которая вот в левом генематическом груди конечно должна была загибаться эта формула этот предел не владывает но то так что она должна загибаться все-таки виден из того что этот большой множитель под знаком многолифма по мере роста диаграмма будет уменьшаться и в конце полфа может стать даже равными единицами тогда все приближение перестанет работать но это означает что там число событий вот этого сечения устремляется к нулю вот такое должно было быть проводят эксперимент и видят что так примерно и есть я даже вот в области малых энергий есть отклонения причем значимые доходящие до тридцати процентов чтобы не быть голосновными давайте я вам покажу картинку так да не знаю что осталось так это уже картинка ну что мы видим на этой этой картинке посмотрите здесь отложена почти такая же самая величина да вместо синтези число событий да можно на энергию но здесь и на это величина отношения еган егер вот внизу проставлено точками без указания ошибок два ряда измерений если я правильно помню это были измерения восьмидесятого и восьмидесятого чертые кружки восьмидесятого светлые кружки восьмидесятого кружки восьмидесятого видно что они очень хорошо согласуются друг с другом кривая номер один это вот та кривая которую мы с вами получили с учетом этого даже поправочного минус одной второй которая ни на что особенно не влияет и видно есть масштаб внизу логарифический но вертикальный масштаб обычный так что видно что отличие вполне заметные доходящие до тридцати процентов никакими поправками это дело не поправить ну и вопрос тогда что вообще то я эту ситуацию знаю сперху потому что главным действующим лицом в разгадке этой тайны являлся Юрий Анатольевич Тихонов он тогда был младший научный сотрудник отвечающий за обработку результата и все прочее ну и получилось так что он один из первых обнаружил эту разницу и так почему я говорю что я знаю это потом когда все уже устаканилось я был у него оппонентом и знал эту историю в этом смысле с первых рук что чувствует экспериментатор когда у него происходит нехорошее расхождение с теорией причем в области заезженный заезженный я говорю не зря заезженный пятьдесят лет тому назад да он прежде всего начинает сомневаться в своем экспериментальном оборудовании значит его надо вылизывать эксперимент надо повторять но вот когда наступает момент что экспериментатор в своем оборудовании уверен этого не наступает никогда самое интересное что? этого не бывает он не наступает нет ну как так лучше сказать так когда вероятность уверенности повышается и тоже когда наступает элемент о котором можно запомнить уже по физике да и как раз почему-то это не отмечается в литературе но именно Тихонов первый задумался о причине и как выяснилось совершенно правильно он указал причину этого расхождения мы попробуем с вами тоже представить откуда могло произойти расхождение расчетов хороших к вам то ли парадемических расчетов к вам то ли парадемика в 80-м году все науке не то что временно в гайзинге которая тоже он не надежда тогда еще ебал работу так а вот вопрос можно на графике систематические связи на телевизор вот это жесткое правильное ну кроме статарок есть систематичка систематика оценивается Так, почему бы все могло быть не так? Ну, это скорее всего не скрытие, но скорее всего детекторные какие-то проблемы. Не так, как высказывал Бёрдер Гайкер. Посмотрите. Что касается энергии геолепнофатома, мы с вами выяснили, что основной вклад в то сечение, которое нас интересует, происходит без области, где эта энергия чрезвычайно мала, и мало меняется. Основной вклад, ну там, я не знаю, вблизи вот этого самого минимального значения. Прекрасно. А что касается Q квадрата, то здесь прямо наоборот. Основной вклад происходит в широченной области, которая простирается, как мы с вами прикинули, на интервале, меняющемся на 18 порядков. А кто такое Q квадрат? Мы уже с вами рассчитывали Q квадрат минимальное. Это тогда, когда угол растения близок к нулю. Мы уже с вами рассчитывали Q квадрат максимальное. Это когда растение идет почти назад. А что такое Q квадрат пробежуточное? Давайте вспомним. Q квадрат. Это вот эта величина. Она должна теперь выстрелить. Это будет подвольный. Ну, у нас это будет позитронный, да? То есть, два энергия протона на энергия протона штрих на единицу минус косинус тета. Единица минус косинус. Ага. Косинус чего? Конечный протон тоже обманяется, да? При начале обманяется. А выводит квадрат масса протона у нас не будет? Ну, давайте я тогда запишу более подробно. Это будет минус удвоенная масса протона. Это точный ответ, да? Теперь перейдем на... Теперь давайте рассмотрим следующее. Что такое здесь заключено? Здесь нам будет удвоенная энергия протона на энергию протона штрих минус удвоенный модуль импульса протона на модуль импульса протона штрих и на косинус угла рассеяния на этот раз протона. Если этот косинус не величина порядка единиц на гамма, а хорошие градусы, то здесь можно пренебречь отличием импульса от этой энергии. Истребить вообще эту массу как недостойную, здесь рассматриваться в условиях, когда эти штуки у нас по сотни гав, по тысячи гав. И что мы получим? Мы получим удвоенное г на эштрих и на единицу минус косину тета протона. Ну, если теперь я еще вспомнил, что е протона штрих от е протона мало отличается, а что единица минус косинус – это удвоенный синус в квадрате половинного угла, то у меня получит такая вещь – 2 е протона на синус тета протона пополам. Все в квадрате. Так, 100 а при малых углах – это будет малых, но не слишком, да? Это будет 2 протона на этот протон в квадрате. А это будет лишь что иное, как кубоперечное в квадрате. Итак, значит, мы получили, что изменения, значит, где-то мы тут зафиксировали. Изменения происходят вот в этой области Ку-квадрат, и они примерно соответствуют изменению поперечного инфульса в области Н9. Так, очень хорошо. До сих пор мы все время говорили в терминах в квадратах переданного импульса, который примерно, как выяснилось, равняется поперечному импульсу в квадрате. Теперь я вам напомню, что это было описание в импульсном пространстве, а можно произвести это же описание в кардиналном пространстве. И тогда по гречным инфульсам будет соответствовать величина порядка H на прицельный параметр, да? А все это означает, в итоге, следующее замечательное обстоятельство, что омега, а с половиной отдаем из значений в резине омега минимального, очень маленького, и в целом омега, а прицельный параметр куб оперечного дает вкладку из-под этой громадной области, тогда РО дает вкладку из какой области? перелегнутой, а именно, здесь будет гамма на О гамма П на омега, а здесь будет единица на массу, кого там? Единица на массу электрона, вот что очень важно. А массу электрона, довольно забавная величина, это 3,8 на 10 минус 11 сантиметров. А что здесь мы имеем? Омега вблизи омега минимальный, а омега минимальный 1 электрон вольт. 1 электрон вольт это расстояние примерно, ну лучше, конечно, взять и поставить. вот эту вот величину. Давайте подставим, чтобы увидеть, что это за вещь такая. Значит, там будет 4 гамма-протона, гамма-электронного в квадрате, Деленая на... на что? Нет, извините. Да. Деленая на диагамма. Так. Угу. Вот. Ну, если угодно, можно еще встретить. В следующем углу вспомнить, что гамма-электронная это есть единица на массу электронную, на энергию электронную, да? И тогда у нас останется 4 гамма-e гамма-p и энергия электронная на энергию атома. То есть, если нижний предел по прицельным параметрам действительно очень малый, атомный, да, такой вот, 10-1, очень естественный, то верхний предел по сравнению с верхним имеет вот такой вот дополнительный множитель. Если обратиться к В по четвертому, тому самому, да, то здесь вот величина на уровне, здесь гамма-электрона на гамма-пазитрона. Мы уже знаем, что это величина порядка 10 четвертая на 10 четвертая, да, еще эту четвертую. И здесь отношение, здесь гамма, а здесь на нижнем пределе, вы помните, да? Где это у нас было? Ага. На нижнем пределе было полмэма. То есть, это величина тоже 10-3. Если все собрать, то получается совершенно ужасающая цифра. Сантиметр. Около 5-ти сантиметров. Да. Вот это обстоятельство Тихонов отметил. И после этого сразу стало понятно, что может быть причиной отличия одного от другого. Отличие от формулы Бердегайтера от рассчитанного по этой формуле числа событий по сравнению с реальным числом событий. Давайте попробуем прикинуть, про что идет речь. Вот, скажем, имеется позитронный пучок аналог нашего протона. Здесь один отдельно взятый протон, на который наметает электронный пучок. Мы уже видели, что этот движущийся протон имеет электрическое поле. Я в прошлый раз показал вам сосредоточенное в полской области, вблизи направление, по которому движется по себе. Но теперь у нас, среди прочего, есть еще представление о том, как соответствующие фотоны распределены по прицельным ударам. Почему? Да очень просто. Вот у нас для числа и теоретных фотома, испущенных в позитрону, есть ответ. Из겠죠, что такой аккуратный в свойствах у тебя, является двигателем в пучок аналогичных болез и глаболом. Это по суровому государственным, чтобы создать длинные консульства как раз и разнообразно длину крив remark excelsisius к человеку идей. Вот это build и заловка. до конца все сосчитали. Но мы можем рассуждать по-другому. На этом месте записать распределение ДРО квадрат на РО квадрат. Потому что если Куб поперечный получается единица на РО, то Куб квадрат поперечный на Куб квадрат поперечный примерно равняется ДРО квадрат на РО квадрат. Но в каких пределах? Здесь будет единица на массу электрона. А нет, извините, я все неправильно написал. Вот здесь будет от Омега на РО квадрат, здесь на массу электрона квадрат. А вместо этого мы можем ту же каркетку нарисовать в чем? В терминал прицепных параметров. Тогда внизу будет единица на массу электрона в квадрате, а вверху будет гава протона на мега в квадрат. Под какой-то иной тот же. И вот такой вот. Только у нас теперь за душой есть представление. Какое? В какой же области электролентные фотоны эффективно дуют вклад в сечение? Чтобы получить этот ответ, нужно было здесь смотреть диск, летящий вместе с протоном. До каких расстоянинах? От почти нулевых. До каких? До максимальных равных гаванов электронов на мега. А эти максимальные, в нашем случае, примерно есть 5 сантиметров. А навстречу летел скучок электронов. Какой? У Пётр и Гайпер на встречу летел один, где он взятый электрон, который из себя представлял плоскую волну во всем пространстве. Так и произволен расчет, да? И каждый эквивалентный фоном ведал шанс встретиться с электроном из этой плоской волны. А в реальности? А в реальности? А в реальности все электроны сосредоточены на расстояние, там порядка 7 вертикального, на уровне 10, ну что нет, там 30 микрон, да? 100 микрон? Там 0,1 миллиметра. 0,1 миллиметра. Нет, на ВП-четвертом было примерно 30 микрон, не больше того. То есть это было включено порядка 10 минус 2 сантиметра. Или даже 10 минус 3 сантиметра. Что это означает? Это означает, что часть этих электронов с электронами сталкивалась, а значительная часть полетала мимо. Это означает, как мы должны были действовать. Не так, как действовали Бердер и Гайкер. Вместо этой величины, справедливой для бесконечного кучка электронов, нужно было бы поставить в эту самую штуку, сиба вертикальная в квадрате. На первый взгляд, мы должны очень много проиграть, да? Потому что, если здесь 30 микрон, а тут сантиметры, то считается, что жуткое количество фотонов просклозит мимо. По самом деле это не так. Поскольку зависит от слова техническая, то несмотря на то, что радиусы различаются на несколько порядков, ответ различается всего на 30%. Да, 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 да. И дальше... И дальше вот эта картинка, которую я качественно описал, стартует от рассуждения Тихонова. Но рассуждение рассуждения нам нужен конкретный счет. Здесь ситуация такая. Получилось, что... Когда примерно стала ясна качественная картина явлений, значит, две группы, это Байов от Полустраховенко и Бурон Дерденек, да, который тогда работал в Живой Яфе, сделали два незамисимых расчета, двумя разными способами, и пришли к одному и тому же в Европе. В результате метод результат показан штифовкой. Он, с учетом неопределенности, которые были, видно опять, что на этот раз эксперименты от этой штифовки отличаются, но по жесткому утверждению экспериментатора, да, специально проверяли, да, все в рамках статических ошибок, тех ошибок, которые были в эксперименте. В принципе, было бы неплохо провести уточнение этого эксперимента, но дело в том, что это требовало бы уже очень больших усилий. А кроме того, если есть такая качественная картина, то можно предсказать ряд других качественных вещей, которые гораздо проще проверить. Вот одна из таких качественных вещей, которая сразу же была предсказана и проверена, сводилась к следующему. Вы, наверное, хорошо знаете, что если взять электронный пучок, сместить на некоторое расстояние R по этой текалии, от газетронного пучка, то светимость быстро падает, причем экспоненциально быстро падает. И достаточно двух-трех сигмоверодиканов посвящения, чтобы светимость упала на порядок или больше. Ну, а это означает, что все события, связанные с рентиляцией, например, электронов, газетронов, которые происходят на малых расстояниях, да, будут столь же стремительно падать. Падает светимость, падает число событий. Абсолютно стандартно. Всегда. Здесь включили бы этого случая. Почему? Потому что, когда происходит такое смещение, да, все еще часть эквивалентных паконов имеет шанс столкнуться с электронным пучком и таким выдать результатом. Это было проверено и оказалось на эксперименте подтверждается. Так что качественная картина того, что происходит, была действительно уловлена очень здорово. Ну, хорошо. Есть некоторая мораль из этого, которая сводится к тому, что, действительно, когда приходится работать в новых условиях, старый процесс с новыми параметрами, можно наткнуться на что-то неожиданное. Теперь подведем итоги. А что оказалось здесь неожиданным? На самом деле, если посмотреть на эту картинку, то все это спокойно объясняется смыслами, известными и вовремя наберутами. Так что этот расчет, в принципе, можно было провести и тогда. С этой точки зрения, с принципиальной точки зрения, это все обычная электродинамика, квантовая, без каких-то, в конечном итоге, да, без каких-то сюрпризов, неожиданностей и так далее. То есть ничего нового с нейтической точки зрения мы не привносим. Означает ли это, что это исследование, ну, еще одна запятая, громадную копилку квантовой электродинамики? Вы знаете, это могло быть. По счастью, выяснилось, что это событие имеет прямое отношение к жизни пучков. Причем настолько сильное, что может изменять, изменять, к примеру, изменять, очень хорошо изменять, светимость больших ускорителей. Но давайте мы об этом поговорим более подробно в следующий раз. Причем. 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 Продолжение следует...